здравствуйте друзья добрый вечер вечер сегодня необычный сегодня мы 23 декабря закончили можно сказать 2015 год у нас в школе и вот я уже можно сказать там подряд несколько дней там отмечаю разные новые годы вот например 21 8 44 вечера у нас земля вошла в ноль градусов козерога это эзотерический новый год как нам говорят небольшой знаток этой части но доверяю вот теперь вот как бы начинается новый год но мы вернемся с каникул 4 января это будет понедельник но можно сказать что вот предыдущий год завершился на самом деле эта неделя которая тут будет я в основном то буду вокруг офиса где-то там значит курсировать то есть мы где-то отдыхаем где-то в гости ходим там еще что то но в общем то у нас довольно много есть дел которые нужно сделать в частности вот например поскольку у нас индексируется там цена с 1 января для этого нужно определенную бумажную работу проделать и саму бумажную и ее отражение на нашем веб-сайте и там с органами всякими регулирующими тоже там и так далее поэтому я вот за эту недельку которая начнется там следующий понедельник начать все это дело постараюсь привести в порядок включая веб-сайт и на paypal и там надо тоже будет добавить у нас есть интерфейс к paypal где мы деньги берем в онлайне значит там тоже нужно будет это я уже сам не буду делать у нас есть человек который делал так что вот предпраздничное настроение потихоньку переходит в праздничное потому что сегодня 23 завтра 24 мы мам родная мы значит уже прямо в крисмас попадаем ну там кто отмечает как бы тоже борется вместе со всеми радуюсь дальше что ну там не зависит там еще какие там торжества во всяком случае дел дел много и в то же время настроение праздничное тут когда ездишь там по дворам так можно сказать ближе к дому приближаешься там уже иллюминация такая у соседей у нас напротив англичане ну такие они уже по постарше ребята и если кто-то нас давно смотрит я показывал значит женку вот но женщина которая там живет там ужина и она член клуба по переодеваниям в старинные они такие вот какие-то платье у них там прошлых веков и так далее они так вот флешмобы такие делают вот они там соберутся там 10 12 15 теток и там раз в ресторан и все такие там викторианской эпохи там как-то вот одеты и вот на них все смотрят вот они такие так что вот эти англичане они здоровы разукрашивать лампочками свой дом и вот мне света вчера говорит ты знаешь такое ощущение что они для нас разукрашивают потому что сами то они же не видят они только там внутри сидят а вот мы снаружи смотрим у нас там 10 очень красиво но не только мы конечно там люди проезжают мимо там все такое мне иногда говорят а вы покажите вот красоту с лампочками и так далее к сожалению не очень получается то есть показать красоту можно только если пойти в какой-нибудь shopping center большой такой целый город и там будет много елок и всякой такой иллюминации но это не совсем может быть то что люди хотят увидеть а а то что на улицах снимать плохо я пытался раньше снимать но все равно это как-то темновато и собственно у меня у меня уже есть такие сюжеты я не знаю что я такое могу снять чего я уже не снял вот этот поскольку мы никуда не переезжали там же живем значит вот все то же самое можем снять поэтому я наверное не не буду как никак фокусироваться на новогодних вот этих вот делах украшения всяких и освещениях если только что оригинальный такой не попадется не знаю трудно сказать но попадется сниму вот а так на улице просто ведь вот мы едем улице и ничего такого на ней тут не не происходит обычно когда новый год то о чем-то таком думаешь вот чего бы в следующем году надо было бы сделать какие-то задумки и у меня в прошлом году в это время была задумка что надо такое делать с физической активностью и специфически вот с весом моим потому что я поднабрал поднабрал из-за того что мне инсулин который мне там дали были другие но у меня на них аллергия была тот который в итоге оказался вот что мне его прописали он как раз в качестве побочного такого воздействия ведет к увеличению веса поэтому я 30 лет был примерно в одной весе и тут на тебе значит и мне мне это не нравится я сам себе такую не нравлюсь ерунда получается поэтому я все думал как там от этого дела отвалить можно сказать ну и тут сегодня пришла ко мне в гости семейка мама с дочкой вот из москвы они ну дочка учится здесь в колледже а мама приехал ее навестить вот они ко мне пришли в гости мы там потрепались потому что мама давно смотрит наш канал она читала нашу книжку и в общем там все так можно сказать такой виртуальный друг вот и мама рассказала как она потеряла я боюсь соврать сколько там 20 килограмм за относительно непродолжительное время и там вот некоторые диеты там француза какого-то я фамилию еще не запомнил поэтому не могу сказать вот но и она мне привезла две книжки одна значит там с рецептами его а другая вот пергам какой-то вот и с рецептами а другая просто вот самой этой диетой я думаю о вот это может быть то что мне надо и она так радостно рассказала как это все замечательно работает вот ну в общем думаю вот как раз мне на будущий год сейчас мы там отгуляем свое и займемся вот этой диетой во всяком случае давно я чё-то никаких диет новых не пробовал вот попробую эту очень-очень хочется похудеть килограмм что-нибудь ну мы тут в паундах но вот мне бы паундов но 25 вот так скинуть там килограмм 11 12 вот такого плана чтобы вернуться меня лишнего не надо но просто хотя бы вернуться туда где где последние много-много лет был я там себе нравился в общем вот так думаешь о том что в следующем году ну вот например вот это в следующем году я хочу написать книжку про поиск работы в сша причем если книжку вот в эту которая сейчас у нас выходит через несколько недель там тираж будет значит если эту книжку я не писал как книжку я просто писал что-то на форуме в таком формате форму то сейчас я напишу прямо книжку то есть я начну сначала там с того что в этой книжке будет потом я начну писать там главку заглавкой и если не будут там ребята на форуме говорим про вес возражать то я наверно там тоже в разделе работа сделаю вот тему и будут там писать эту книжечку потому что мне на самом деле в процессе написания очень важно получать какие-то комментарии в основном если где-то чего-то непонятно чтобы я лучше написал кроме того если чего-то не хватает чтобы я лучше написал потом на всякие вопросы они как бы расширяют покрытие да то есть о чем я еще не сказал и так далее это все очень важно и гораздо лучше в это все достать воткнуться пока бумажные книжки еще нету нежели например когда бумажная книжка уже есть я думаю что мы ее я ее напишу и она может быть годик годик побудет в электронном формате пока какое-то большое количество людей не не почитает готовый продукт и не даст своих замечаний чтоб я их уже как-то так мог учесть и тогда я уже сделаю книжку бумажную то есть мне хочется подойти более основательно к тому чтобы сделать хорошую книжку сделать не очень хорошие мне не хочется а хорошую хочется и вообще очень приятно держать в руках такой вот кирпичик не потому что толстый а потому что вот здорово потому что кто-то прочтет есть люди которые любят читать бумажные книжки нежели электронные например в этом смысле мы со светланой расходимся она с удовольствием читает электронные с девайса всяких и так далее а я все-таки люблю бумажную как-то у меня как вам сказать восприятие у меня другое когда бумажное удовольствие которое я получаю от от чтения другое я помню как-то я занимался там разработкой методов быстрого обучения в данном случае машинописи и в ленинской библиотеке пошел там есть значит такие архивы и я выписал там из карточек какие-то вещи которые я хотел из давно опубликованного и вот там была одна книжечка самая старенькая какая только была по вопросам машинописи в ленинской библиотеке она была 1870 года и я даже не надеялся что мне ее принесут но мне принесли это был отчет об испытаниях пишущие машинки значит которую там такой алисов такой был инженер марс военно-морской в питере вот он придумал такую машинку заказал в англии там по его чертежам изготовили его там был отчет комиссии который испытывал эти машинки последний раз судя по формуляру эту эту книжечку брали в двадцать третьем году ради тут я и я ее минут наверное десять не открывал а я ее обнюхивал значит так перекладывал она у меня так вот двигалась в разных направлениях и вот этот кайф когда ты видишь такую вещь давайте это не то же самое что допустим ее в этом где-нибудь отсканировали и вы просто считывали информацию там допустим с экрана я вот только к этому то есть есть определенный кайф когда ты берешь в руки книжечку особенно как тебе подпишет автор знаете тоже очень приятно вот наверное вот так хотя мне кажется большинство книжек подписанных авторами никто не читает ну не знаю во всяк случае все что мне дарили я не очень читал но там правда и тематика была специфическая там что-нибудь по математике там какие-то специфические разделы там еще что-то а я так как-то вообще не специалист но просто друзья мои писали мне дарили вот такая история я думаю я надеюсь что это будет хороший год продуктивный и я думаю что нам удастся я надеюсь что нам удастся поменять лучшему жизнь большого количества людей у нас растет количество студентов за счет онлайн нового класса и у меня нет еще точной статистики то есть надо может это есть надо подсобирать до кучи сводить там и так далее но я подозреваю что в этом году 2015 по совокупности онлайн нового и того что у нас на кэмпусе происходит у нас что-нибудь если не тысяча то почти тысяча студентов прошли через школу там сложно там есть можно взять кто записался кто начал учиться или например кто закончил это будет немножко по-разному и так далее но вот я думаю что мы где-то сейчас на грани тысячи но вот плюс-минус там немножко может быть чуть больше может быть чуть меньше вот и я думаю что вот хорошо было бы в следующем году закрепиться на этой тысячи и мне не мне не очень хочется чтобы было больше честно но мне хочется чтобы было более эффективно мы сейчас работаем над тем чтобы онлайновый класс был более эффективным потому что все таки это люди предоставленные сами себе там никто их не гоняет особо и те кто может вот сам да у них хорошо получается но те кто не очень может сам соответственно вот я думаю как бы сделать так чтобы у них лучше получалось чтобы у них было больше инструментов которым проще пользоваться мотивационное что-то нужно даже я не знаю чего но в общем мой мой фокус на следующий год это онлайновый класс и мой фокус на следующий год это какой-то прорыв в том как мы делаем автоматизированное тестирование как мы обучаем автоматизированное тестирование здесь на кэмпусе то есть я я чувствую что мне придется тряхнуть стариной и как-то методически все это дело самому прорешать потому что ну как бы я в принципе умею делать такие прорывные педагогические решения сложности в том что когда ты другим людям хочешь чтобы они это делали то у них какой-то может быть внутренний протест то что они бы это делали не так там или еще что то я бы и не возражал если по ней делали не так если бы результат был который меня устраивает поскольку результат меня сейчас перестает устраивать я хочу сдвигать существенно существенно в сторону автоматизации в сторону способности наших студентов сразу после выхода из школы решать какие-то разумные задачки по автоматизации практически вот я чувствую что мне придется самому там подразобраться и сделать такой курс а дальше уже этот курс всем остальным придется перенимать вот так так мне кажется во всяком случае это то что я планирую для себя так что друзья закончился один год начинается другой как говорил один у меня знакомый был педагог 1 сентября он по окончании значит первого урока он заходил в учительскую бросал журнал на стол и говорил учебный год пошел к концу счастливо друзья